Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных событиях студенчества и не только. Сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете состоялась церемония награждения студент года 2018. Ректор университета Ильшат Гафуров поздравил всех победителей. Кто же стал обладателем гран-при, узнаешь в сюжете. В этот вечер императорский зал был заполнен студентами, преподавателями, сотрудниками Казанского федерального университета. Состоялась торжественная церемония вручения премии студент года 2018. Здесь собрались самые талантливые, активные и творческие студенты. Каждого из них уже по праву можно назвать победителя. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров выступил с приветственным словом перед всеми присутствующими. Как ректор хочу сказать огромные слова благодарности всем вам, которые реализуют все три миссии университета. Это и работа, занятия наукой, это и учебный процесс. И, конечно же, можно сказать для преподавателя процесс воспитания, для студентов процесс творчества. Здесь, в стенах университета, находим и друзей, и возможность самореализовываться. Почетным гостем церемонии стала первый вице-президент акционерного общества «Газпромбанк» Наталья Третьяк. Вы уже сами по себе, конечно, большие победители, потому что стать студентом такого уникального, такого известного, такого значимого университета уже большая жизненная победа. А сегодня, как я понимаю, в этом зале собрались лучшие из лучших. Вы одержали еще важную победу в вашей жизни, которая, уверенно, станет фундаментом для ваших будущих жизненных успехов. Ректор университета Шадгафора вручил Наталье Третьяк благодарственное письмо от президента республики Татарстан за особый вклад в преподавательскую деятельность и развитие инновационного направления в республике. А студенты один за другим выходили на импровизированную сцену за долгожданными дипломами. Победители и призеров награждали в номинациях лучший общественник, лучший спортсмен, творческая личность и другое. Победители отметили, что упорно трудились и старались, чтобы получить столь высокую награду. Все участники были достойными, до конца было неизвестно, кто вообще победит, так как презентации, достижения у всех были достаточно высокие, и я не мог даже представить, что будут здесь стоять, будут победителем. Эмоции, конечно, самые яркие, самые приятные. Я стала победителем в номинации «Творческая личность». Это огромная победа для меня, это огромный труд. Я благодарна всему, что со мной происходит сейчас. Я безумно счастлива. Номинация «Магистрант в области социально-экономических наук». Я считаю, что соперники были весьма сильными, достойными. Так скажем, работа жюри была проделана колоссальная, большая. И вот финалисты гранд-приз «Студент года» на сцене. Ильшат Гафуров объявляет имя главного победителя. Им стал студент второго курса магистратуры юридического факультета КФУ Иван Гущин. Ректор университета вручил победителю статуэтку, дипломы, ценный приз. Это просто невероятно. Пять лет я шел, собственно, к этой мечте. Впервые увидел, что «Студент года» проводится на первом курсе. Я подумал, блин, как же это круто, выйти сюда и получить награду из рук ректора. И сейчас, заканчивая второй курс магистратуры, я могу сказать, да, я это сделал. Ежегодно премия «Студент года» отмечает лучших студентов, готовых и дальше трудиться на благо Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. В стенах КФУ прошла встреча ректора национального университета Узбекистана имени Улубекова с жены Марахимова. Со студентами из Узбекистана. О подробностях визита узнаете в сюжете Валерии Муратовой. Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета посетил ректор национального университета Узбекистана Аважон Марахимов. Я прилетел к себе домой. Вот такое ощущение у меня. Вот все родные. Такое человеческое отношение, душевное. Нигде я не встретил. В октябре было подписано соглашение о сотрудничестве с несколькими узбекистанскими университетами, одним из которых является Национальный университет Узбекистана. Было набрано 140 студентов на программы дистанционного обучения по специальности экономика. Так сложилось, что Узбекистан нацелен, видимо, из-за мультикультурности, прежде всего, Татарстана, нацелен на наш университет. Мы этому рады и мы с ними сотрудничаем. Ректор встречался с теми студентами из Узбекистана, которые учатся на факультетах Казанского федерального университета, чтобы пригласить их на работу в Узбекистан. В настоящее время более 700 студентов обучаются в различных институтах Казанского университета, а встречу посетили те, кто планирует связать свою жизнь с Родиной и вернуться домой. Аважон Марахимов также рассказал о перспективах работы, в том числе и в Национальном университете Узбекистана. Если мы хотим достичь каких-то реальных результатов, которые мы поставили перед собой, цели, это только обмен знаниями. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Казанский федеральный университет в ходе рабочего визита в Татарстан посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Подробнее о событии расскажем в нашем сюжете. Казанский федеральный университет Подчеркнул Сергей Цивилев, делегация Кемеровской области прибыла в Татарстан, чтобы перенять передовой опыт одного из ведущих регионов Российской Федерации с целью внедрения его на своей территории, в том числе в области образования. Это был первый официальный визит губернатора Кемеровской области в республику в качестве руководителя региона. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности, основанная на японском мультсериале Pokemon. Приложение было запущено в июле 2016 года и за короткое время приобрело широкую популярность по всему миру. Учащийся IT-лицея КФУ Артур Ерьемов разработал свой уникальный аналог игры Pokemon Go. В 2016 году среди пользователей мобильных устройств во всем мире стремительно набрала популярность игра Pokemon Go. Задачей игрока является ловля покемонов, которыми привязанная геолокация игра населяет окружающий его мир. Об этой игре говорили не только в новостях, но и даже в мультсериалах. Было выпущено множество аналогов игры. Учащийся 10-го класса IT-лицея КФУ Артур Ерьемов разработал свою уникальную версию игры History Go. Я от многих людей слышал, что им не нравится то, что игры сейчас без интеллектуальной составляющей. Идея проекта родилась в августе этого года. За месяц был разработан прототип. В настоящее время идет доработка систем, чтобы улучшить продукты и сделать его более презентабельным для игроков. В этой игре мы можем ходить по миру, по реальному. У нас считаются геолокационные данные. И мы можем ловить исторических личностей. После этого мы их ловим с помощью ответов на вопросы. И после этого можем участвовать уже в интеллектуальных битвах между другими игроками. Когда будет завершена работа над дизайном, игра History Go появится в Play Market. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета подвели итоги уходящего года. Лучших студентов, проявивших себя в научной, общественной и спортивной деятельности, наградили дипломами. Подробности смотрите в сюжете. В Елабужском институте КАФУ стартовали мероприятия, посвященные подведению итогов календарного года. Отличившихся студентов в научной, общественной, спортивной и культурной деятельности поздравили деканы факультетов. За время учебы студенты многое сделали для Елабужского института КАФУ. Принимают участие в конференциях, форумах и соревнованиях различного уровня. Правком для меня стал чем-то родным, уже как семья. В правком я нашла друзей и действительно это сделало мою студенческую жизнь очень красочной. Также в Елабужском институте КАФУ прошла церемония закрытия года Льва Толстого. Для студентов и преподавателей вуза коллективом Елабужского колледжа культуры и искусств был организован литературно-музыкальный вечер, посвященный великому писателю. Лично для меня год Толстого на самом деле был годом большого опыта, прежде всего в проведении подобных мероприятий, проведении лекций и кураторских часов. В ходе церемония состоялось награждение профессорско-преподавательского состава и студентов вуза с оплодотворной работой в рамках года Льва Толстого. До конца года студентов и преподавателей института ожидают еще множество мероприятий. На этом наш выпуск подходит к концу. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова